Я даже не знаю, чем бы я занялся. Это очень прекрасное мероприятие. Червяки бесплатно для рыбалки. Это наш долг городу помочь, сделать его чище, краше. Это то малое, что мы можем для нашего города сделать. И это прекрасно. Для многих химчан вопрос, как провести это субботнее утро, даже не стоял. Жители, несмотря на пасмурную погоду, вышли на общегородской субботник. Агитирую всех принять участие. И в сегодняшнем субботнике, 22 числа, чтобы наш город стал краше и чище. Кто-то пришел с семьей, с друзьями, а кто-то целым трудовым коллективом. С времен школы мы приходили в парк имени Толстого и убирали наш парк. И, в принципе, воспитание дало знать о том, что даже в сознательном возрасте мы приходим и делаем доброе дело. Остановиться не можем, трудимся. С настоящим спортивным азартом убирают территорию парка имени Льва Толстого сотрудники Химкинской спортивной баскетбольной школы. Сейчас на субботнике поработаю, а потом на работу, на основную. Бодрит. Настроение хорошее. Труд не просто сделал из обезьяны человека. Такая работа может развить вас и физически. Субботник – как своеобразный аналог утренней зарядки. Любая какая-то новая нагрузка для организма, от которой он отвык или которую никогда не получал, она сказывается. После таких неоспоримых доводов в пользу уборки даже наш оператор не удержался и одной рукой продолжил снимать, а второй взялся за грабли. Как выяснила наша съемочная группа, субботник – чрезвычайно полезное для физического и морального здоровья мероприятие. Однако мы поинтересовались у химчан, как бы они провели эту субботу, если бы не уборка. Я бы пошла с ребенком в кино. С ребенком можно пойти в кино в другое время, а город надо сделать чище. С детьми своими. Ну это же тоже нужно делать. Нужно, чтобы город был чистый. Я художник, я бы рисовал картины. Целый день. В стороне от субботника не остался и бизнес. Предприниматели вместе со своими сотрудниками убирали прилегающие территории. Территория в принципе должна быть всегда чистая, убранная. Поэтому все наши сотрудники, все наши коллеги, в том числе и даже жители ближайших домов с энтузиазмом и позитивно восприняли данную идею. За качеством уборки следили контрольные группы. Это и сотрудники администрации, и инспекторы госадом технадзора. По всем улицам проехали. Вот где существовали какие-то проблемы, мы, собственно говоря, показали размер шрафских санкций на будущее и попросили убраться сейчас. И, конечно, когда видят 50 тысяч шрафт, либо помыть свой киоск, либо убрать мусор, конечно, они выбирают первое. Участники субботника уверяют, именно в наших силах превратить обычную уборку в настоящий праздник. Виктория Волкова, Алексей Козеров, Служба новостей.